Вместо целого букета цветок. Анна Нагослаева, одна из первых в Улан-Удэ, поддержала всероссийскую акцию «Дети вместо цветов». Вместе с сыном то, что сэкономят на праздничной линейке, решили перевести в благотворительный фонд помощи тяжело больным детям. Идея понравилась и другим родителям из класса. Это очень хорошо тем, что мы детей буквально с первого класса, ну вот мы младшему 12 лет, мы можем приучить к мысли о том, что вместо чего-то бесполезного они могут оказывать помощь уже сейчас на этом этапе. Акция «Дети вместо цветов» в России появилась еще 6 лет назад. В первый год участие в ней приняли только московские школьники. В 2018-м присоединились почти 7 тысяч классов из 132 городов России. Пока нет информации, чтобы инициативу подхватила хоть одна уландынская школа. Учителя так и получают по несколько десятков букетов. Многие уже готовы отказаться от традиционных знаков внимания. Она актуальна в наше время, потому что воспитание у детей, сочувствия, переживания и помощи другим детям, это лучше будет, чем потратить деньги на большой букет цветов, который потом завянет. Я считаю, что учителей всегда связывает именно любовь к детям. А дети наши цветы жизни. Я поэтому люблю цветы и детей непременно, в первую очередь. Дарят ведь от души знак благодарности. Поэтому я считаю, что это нормально. Благотворительность, развивать в детях, это тоже замечательно. Отразится акция и на цветочном бизнесе. В День знаний один флорист продает несколько сотен оформленных композиций. Каждая стоит как минимум тысячу рублей. Цветочники говорят, про акцию уже слышали, но за заработок все же не переживают. Я отношусь хорошо к такой акции. Убытков не будет, потому что свадьбы всегда есть, дни рождения всегда, юбилеи всегда. Даже по сравнению с тем, что у нас много в городе, все равно. Но очень многие покупают цветы, причем не маленькие букеты, даже большие. В общем, все любят 1 сентября. Я считаю, что необязательно отказываться от чего-то, но это необязательно тоже именно делать 1 сентября. Лишь за 1 сентября прошлого года с помощью акции удалось собрать 52 миллиона рублей. Все деньги перевели тем, у кого по состоянию здоровья торжественной линейки быть не может. Кристина Соснина, Борис Геленов, телекомпания Оригус.